Hi, my students! Как было и обещано, начинаем нашу лекцию по логике, о шпаргалке по логике. Прежде всего, отмечу, что такое логика, как она исторически складывалась. Здесь, естественно, логика есть двух родов. Логика, которая ищет правду и истину, и логика, которая искусство лжи. Ну, политика, вы знаете, что это в основном ложь, втирание мозгов массам, обман масс людей, это и есть политика. А вот научное обоснование этой политики, то, что там наука, как обмануть получше, вот это была раньше логика. Она была и применялась также в практике не только политической, но и юридической, судебной. Как со стороны обвинителей, так и со стороны адвокатов. И искусство стояло в том, чтобы оправдать виновного и засудить невиновного, как обычно это бывает в практике. Такова основная цель логики. Достигла большого расцвета в период Римской империи. До сих пор еще римское вот это право, римская логика, она считается образцовой. Но до нее, конечно, мы знаем, например, много государственными вопросами занимался Платон, знаменитый наш философ. Школа Платона родила такого вот, как говорится, в семье не без рода, Аристотеля. Аристотель был другой совершенно, придерживался, чем Платон. Он критиковал своего учителя, так что Платон жаловался, говорил, что что ты меня топчешь, как норовистый конь копытами своими. Разница заключалась в чем между ними, какая была разница? В том, что Платон, во-первых, исповедовал, что идеи, есть идеи, которые не связаны с материей. Это очень существенно. Кстати, это соприкасается и с современными, со всеми религиями. То есть идеи Платона о чистых идеях, о чистом разуме, которые есть в природе, и которые не связаны с ощутимыми нами в ощущениях, заданными нам в ощущениях материи. А Аристотель считал, что вот есть такого нету, что не все связано с материей, и как таковых духовного ничего нету, кроме форм. Идеальные вот такие формы какие-то есть в природе. Ну, типа чертежи какие-то заранее вот есть такие. По этим чертежам уже все предметы, все движения этих предметов происходят. То есть он стоял на позиции форм, идеальных форм для вещества, для идей и для всего прочего. Отсюда вот многие подхватили это, в частности, Кант, и он потом назвал логику Аристотеля формальной логикой. То есть логикой форм, формы речи. Это вот было такое направление. От Платона, значит, Аристотель, потом Кант. И после Канта был у нас даже вот недавно совсем, в 75-м году скончался Асмус Виталий Фердинандович, знаменитый наш философ, который работал, старший научный сотрудник Института философии Академии Наук СССР. Он работал в завкадре МГУ два года, до 56-58 года. Ну, мне вот довелось с ним встречаться несколько раз. В дальнейшем расскажу, при каких обстоятельствах. Поэтому я вот здесь упомянул, он как последователь вот этой школы Канта и написал книгу о Канте. Ну, конечно, с точки зрения марксизма, материалистического взгляда на природу вещей. Он его как субъективного идеалиста заклеймил в своем этом произведении. Хотя сам он, вот Асмус таким не являлся, он внутри был сам религиозный человек. То есть человек был как бы сам вещь в себе. Так же, как и его друзья все. Нейгаус, пианисты, Пастернак. Ближайшие его друзья, с которыми он до последнего был дружен. Не только и с семьями. Там была интересная история, расскажу потом. Вот такие дела. Вот мы как определим логику? В общем-то, с точки зрения формальной логики, с точки зрения классической логики, как нас обучают, это логика, это искусство правильной мысли, то есть наука о правильном мышлении. Вот чем характеризуется правильное мышление? Оно характеризуется тремя моментами. Определенность, последовательность и доказательность. Что значит определенность? Определенность, это значит, мы должны придерживаться, если мы разговариваем, должны придерживаться разговаривать о чем-то одном. И называть это все одними своими именами. То есть существительные должны у нас быть все названы одним и тем же именем. Вот я приведу к примеру. Вот мы начинаем разговаривать о чем? Определенная последовательность дала быть мышлению. Вот мы разговариваем о яблоке. Яблоко. Мы как вот можем разговаривать о его? Как вот компания Apple и связанная с нею, значит, все это прибамбасы. Яблоко как вообще растениеводство, как дерево яблоко. Ну, тут тоже разветвление. Мы можем о сортах яблок говорить, обо всем, и как их сажать, и технологии возделывания. Или мы должны будем разговаривать о яблоке как о предмете, который падение из рая. Адама и Еву в результате этого яблока спустили на землю наших предков. Вот три таких самых основных правления. Если мы разговариваем о яблоке, то мы должны идти по этому дереву. Вот помните слово полку Игоря? Если раньше рассуждали как баян бо вещий, аще игда хотяше речь творите, то растекашися мысью по древу. Или мыслью по древу. То есть раньше рассуждали без непоследовательного. Перескакивая с предмета на предмет, с мысли на мысль, это создавало неопределенность, непоследовательность. Далее, что значит доказательность? Ну, если мы, допустим, утверждаем, что сумма углов треугольника равна 180 градусов, два прямых угла, то мы должны это доказать. У эвклида это доказывается. Ну и в школьной геометрии это доказывается хорошо. Вот что значит доказательность. Так же и другие вещи должны быть доказаны. Что вот здесь характерно? Вот у нас первое. Таким образом, я еще добавляю от себя, кроме этого определения, что логика это наука выбора правильных путей от вопросов к правильным ответам. Вот таким образом, значит, логика еще. Значит, определить определенность последствий доказательности. Я еще это покажу. Хорошо услышите. Определенность последствий доказательности. Поэтому я называю шпаргалки, что это все буду показывать на рисунках, на картинках. Антология. Логическая антология. Это что значит логическая антология? Это наука о материальных вещах, их расположениях, движениях, их динамике. Наука о материальных телах, их свойствах, размышлениях и движениях. В примитивном смысле это логистика. Но здесь надо вспомнить, конечно, что задача знаменитая о коме-вояжоре, до сих пор нерешенной. Может быть, вы решите как-нибудь. То есть задача объехать н городов, везде побывав по одному разу и истратив минимальное количество бензина. Вот это задача о коме-вояжоре. Она до сих пор не решена. Для многих пунктов, для больших н, это приводит к переборам. А переборы это с помощью даже современных быстрых машин не получается такое дело. Вот это антологическое. Теперь что такое логическая гнисиология? Я по тезаурусу иду, поэтому кратко буду. Логическая гнисиология – наука о правильном познании человеком самого себя, окружающего мира, универсума. И о назначении человека. Ну, то, что, в общем-то, Кант-то этим и занимался. У него было четыре вопроса, помните, по Канту-то. Что я могу знать? Что я должен делать? Для чего я? И что такое человек? Вот четыре кантовских вопроса. Всю критическую часть своей жизни он отвечал на эти четыре вопроса. И дальше за ним следующий тоже. И третья ипостась логики, как всегда, вот три ипостаси у всякого предмета. Логический формализм – это, собственно, формальная логика. Наука так называемой формальной логики. Наука о построении правдивых и истинных высказываний, умозаключений и индуктивная логика или силогистика. Или, с другой стороны, силогистика. Ну, вот, собственно, силогистика называется формальной логикой. Потому что индуктивная логика, связанная с софистикой, она рассматривается отдельно. Это доктор Вансон и так, это известная вами вещь. По маленьким признакам узнаем, какую-то гипотезу выдвигаем. Логика вещей, связи, онтологический аспект. Вот кто этим занимался? Это Демокрит. От Демокрита идёт. Логика знаний – это Платон. Логика доказательств – это Аристотель и Кант. Ну, я тоже покажу, чтобы вам эта шпаргалка отразилась. Далее. Дедуктивная логика. Силогистика Аристотеля. Что у неё в основе лежит? В основе лежит правило вывода, то есть силогизм. Умозаключение. Умозаключение как делается? Это делается две посылки и третье – это заключение. Три предложения всего, составляет силогизм. А индуктивная логика – логика парадоксов и софизмов. В индуктивной логике нету закона исключённого третьего. Но по закону мы ещё поговорим. Этим занимались, вот индуктивной логикой начали заниматься софисты. И в Крит из Мегары, и другие учёные, про которых могу позже рассказать по требованию. Вот такая вот шпаргалка. П1 – первая посылка, П2 – вторая посылка, и дальше заключение под чертой. Формальная логика. Логическое исчисление. Что такое? Ну, во-первых, идёт от кого? От Луллия. Луллий занимался колёсами, на которых были носены буквы, их цифры. И он пытался вот эту вот логику механизировать в процессе умственного заключения. Механизировать в процессе вывода, поиска истины. Потом в своей диссертации Лебнец об этом писал, в своей кандидатской диссертации. Логическое исчисление. Единство языка и мышление. Различные стили логического мышления. Речь, письмо, мысль. Вот здесь я скажу следующее. На чём основано, что надо механизировать. Вот мы с вами общаемся, это речь. Значит, мы с вами специалисты ПВМ и знаем, что мы с вами как бы компьютеры. У нас голова, это вот компьютеры, ваши компьютеры. Мы соединены вместе посредством чего? Посредством воздуха. Сотрясание. Вот я сотрясаю воздух. Это доходит до вас. И мы мыслим с вами об этом же синхронно. Я передаю информацию. Вы принимаете. Значит, можно наоборот. Вы пишите мне комментарии. Я отвечаю на них уже по другому каналу. По фактически электромагнитным связям. Будет обратная связь. Ну, электромагнитные колебания могут непосредственно на нас воздействовать. О чём я говорил в лекции изделия человека. Вот. И другое, то, что мы не знаем, ещё может быть на нас идти, это, как мы говорим, мы подсоединены тоже к общей шине, шине некоторого эгрегора. Вот мы сейчас разговариваем с вами о логике. Значит, над нами висит некоторый эгрегор, который всю информацию содержит об этом предмете, о котором мы с вами разговариваем. И информация так идёт наверх туда, в эгрегор, так и к нам посредством, вот непосредственно мы как антенны. Мы как устройство вот в этом АВМ, сидящий на общей шине. Общая шина, вы знаете, она из чего состоит. Это информационная часть и управление. То есть, команда нам принять или выдать информацию. И к кому адресуется она, от кого к кому. Вот такой принцип. Он же до компьютера тоже известен был. Почему? Потому что вот в начале было слово. И это слово, оно шло по разным шинам. В том числе непосредственно человека, или посредством воздуха, посредством электромагнитных связей. Может быть даже нейтринных, может эфирных каких, пока ещё мы не знаем. Но до нас информация и доходит. Мы подключены к энергоинформационному полю Земли, как сейчас гипотезу высказывают, начиная с Вернадского. Вот. Поэтому мы должны прежде всего проанализировать, разобрать логику языка самого, логику своей речи, а потом уже заниматься непосредственными разными предметами. Логика математики, логика, допустим, биологии, логика физики и других предметов. Общая формальная логика, она справедлива для всех предметов. То есть, она должна быть определённа, последовательна и доказательна. Это справедливо для всех предметов. Законов логики фактически бесконечное множество. Ну, формальная логика выделяет основных четыре закона. Ну, это мы с вами немножко попозже. А сейчас я всё-таки попытаюсь от языка вам дать такую информацию, что вот мы с вами общаемся посредством речи. Если проанализировать речь, то она состоит из нескольких таких основных блоков. Эти блоки, можно сказать, что они разделить как? Начиная со школы мы учим. Мама мыла раму. Это о чём говорит? Это говорит, что информация. Что творится, что информационный у нас блок? Мама мыла раму там, войска вошли туда, это туда. А это уже адрес. Мама мыла раму. Мама мыла раму в доме номер, допустим, 6 или 15 по улице такой-то. Это уже адрес. Дальше. Или взвод в две шеренги становись. Это уже командная, управляющая информация в языке. Содержится она в нашей речи, в любом языке. В нашей речи содержатся следующие блоки. Информационный блок, который информацию, как минимум, управляющий. И есть логический блок. Вот непосредственно, что я хотел отметить. Это вот когда мы говорим и, или, не, если, то, иначе. Вот и квантеры. При всех тех-то, или при одном, найдётся только одно такое. Для всех таких-то мы находим то-то. Квантеры единственной всеобщности. Вот эти вот операции, которые мы, речевые, а не речевые, и, или, не, и так далее. Вот это логическая часть, логический как бы блок наших всех языков. И этот анализ надо проводить и для всех языков. И тогда мы можем даже и непонятные языки расшифровывать легче. Например, вот сейчас у нас стоит задача, книга Войнича, она не расшифрована. Книга Войнича, пожалуйста. Там и рисунки, и текст прекрасные, и буковки все там. Сосчитано количество, сколько каких крючков употребляется, сколько раз. И вот если выделить вот таким образом, там вот в этом языке, управляющая часть, логическая, информационная. Ну, есть преобразующая часть, например, вот в языке что-то мы преобразуем. Например, переводим смысловым значением. Если мы на сленге каком-то разговариваем, или на мове, как называется, на фене, то мы должны перевести. Вот это преобразующая часть языка. И так далее. Конечно, схему я такую нарисовал, но сейчас я ее нигде не найду. Как всегда. Ну, ничего. В общем, вы, наверное, уже поняли, в чем дело. Это от языка. И вот именно логическая часть языка, и она составляет, если выделить ее, она в любом языке есть, даже в языке программирования. Что такое язык программирования? Еще о Лебнице, когда я говорил, первый язык программирования пытался разработать Лебнице. До этого он однозначные термины пытался выявить. Ну, как в Волголе у нас там. Или в Алмире языки самые простые, от которых вся пошла вот эта техника IBM. Все эти наши компьютеры от Алмира, от языка. Вот, Глушков академик начал это все. И там, естественно, на естественном языке, если то, иначе, вот это все переключения логические все были сделаны. Кроме того, над этими языками программирования есть еще язык мета-языки. Мета-языки, которые позволяют как бы пояснить или дать формальное описание вот этим языкам программирования. Из них надо выделить наиболее простой и понятный язык Бекуса. Посмотрите там. Сошлюсь или в интернете посмотрите. Язык Бекуса, он очень простой. Например, что вот для Алгола, как там, что такое целое или для этого Фортрана. Целое это значит любой идентификатор, начинающийся с букв K, L, M, N. Вот, K, L, M, N это по целой. Или пишут тогда слово интеджер, если другие буквы. То пишут интеджер автоматически идет по умолчанию. К, L, M, N целые. Ну и так далее. Вот расписываю вот это все. Логические операции, другие операции, массивы, переменные и так далее. Вот описывать таким образом Бекус научился описывать, учит нас описывать все эти языки программирования. Языки программирования это более формальные, чем наш обычный язык. Потому что обычный язык, он более такой красочный и многозначный. И кроме того, каждое предложение может перевернуто быть. А информационная часть остается та же самая. Состав, смысловое значение. А при разном расположении слов. Например, солнце встало утром. Утром встало солнце. И так далее. Вот такие примеры, а смысл один и тот же. Или вообще можно одним словом передать настроение, состояние. Например, вечереет. Слово вечереет, это уже комплекс, с чего солнце заходит, значит, сумерки наступают, всё затихает, птички петь перестают и так далее. Вечереет. Это одним словом передаёт целая картина. А что... Вот в формальных языках, дальше я спускаюсь опять на формальные. Там логическое исчисление у нас есть. Вот логическую часть я координату пытаюсь спуститься до неё. Остальное я не рассматриваю, потому что мы не сможем всё смотреть. Логическое исчисление – это единство языка и мышления. Разные стили логического мышления есть. Речь, письмо, мысль и общие шины. Это я вам догадал. Вот сейчас рассказал про общие шины информационные. И для памятки я это всё вот здесь одной бумажкой, чтобы лучше один раз увидеть, чем сто раз от меня это услышать. Так, это у нас следующая шпаргалка. Дальше что у нас, какая есть информация к размышлению. Вот школа Аристотеля. Ну, мы уже говорили. И школа Мегариков. Школа Аристотеля мы закончили с вами Кант и Асмус. Это вот такая у нас будет ветвь. У Асмуса, кстати, книга по логике очень неплохая. По формальной логике. Школа Мегариков. Это софисты. Кто туда входит? Евклид. Ну, не путать с тем Евклидом геометром. Евклид из Мегары. Это другой однофамилец как бы. Евбулит. И Филон. Вот Филон впервые ввел импликацию. Что, допустим, А влечет Б. И Диадор. Материальная импликация. То есть, что за собой, что влечет. Вот я вам такие фамилии дам. Чтобы вы посмотрели. Вот такая шпаргалка. Об этом надо говорить. Ну, когда мы всё это в интернете по, хоть, самых простых статей викибете насчитаемся, то мы сдадим любой экзамен. Вот эти Мегарики, они дали своих детей. Эти дети Мегариков – это стойки. Вот Хрисип. Он вывел заключение такое впервые, что совпадающие многие события, от 1 до n события влекут Б. То есть, только совпадением нескольких событий может повлечь Б. Ну, это юридическое, если практику рассматривать, то время должно совпадать, место и лицо, находящееся в этом времени, в этом месте. Вот тогда получается кое-какая гипотеза, заключение уже. И потом школа радикальных эмпириков – Эпикур. И школа перипатетика существует – Баэт, Адрас, Гален, Гермин и другие. Вот это такие у нас школы. Всевозможные ответвления то есть, но они все, в принципе, мало отличаются в смысле истины, в смысле правды и истины. Все они приводят иногда в тупик. Школа неоплатоников. Это Порфирий, Прокол, Апулей, Августин, Боец и другие. Известен логический квадрат Апулей, где в квадрат заключены общоутвердительные высказывания, общоотрицательные, частично утвердительные, частично отрицательные, включены в квадрат. И, значит, есть еще логика модератом, диалектика Абеляра. Шервуд, XIII-XIV век, Акама, Буридан и другие. Ну вот, Буридан – это как раз и есть. Буриданов осел, о котором вы знаете, да? У которого, вот к этому, собственно, и приводит формальная логика. Там есть только два выхода. Морковка висит с этой, и с этой стороны куда осло идти, неизвестно. Еще разочек покажу, и эти фамилии, вы их посмотрите. И часто бывает так, что нет правильного выбора. Примеры приведу. Вот идея машинизации логического вывода. Сложные логические выводы бывают, заключения. Особенно вот в ВВМ, конечно, когда сложно отговорить, рассматриваться, много переходов, переключений. А также вот контактные схемы взять в телефонии, релельно контактные схемы в энергетике, в телефонии. Пожалуйста, это все логические вещи. Оно все идет от лулия. Это монах был такой, который вот колеса лулия с нанесенными буквами, цифрами, даже предложениями, может быть, и какими-то символами тоже. Не ограничивается только. То есть вот лулия, по сути идеологии лулия легла в принцип работы вот счетной машины, которые лебницы, арифмометр и других. Значит, вот таких счетных машин механических, чисто механических, с колесами, на которые нанесены цифры. Логика естественного мышления. Леонардо да Винчи Бекон. Они как бы переоткрыли индуктивную логику античности и критиковали вот всю логистику нашего уважаемого Аристотеля. Хотя уважать-то его, собственно, не за что. Критикуя силогистику. А вот Дзабарелло наоборот. Очень тоже крупный труд написал. Он восстанавливает силогистику как науку. Восстановил силогистику как науку. Вот я сейчас покажу эти фамилии, чтобы вам искать в интернете. Дзабарелло, Лулли, Да Винчи, Бекон. Значит, Да Винчи более интуиционист оказался. При Гессенде и Гопси логика освобождается от связи с теологией. Вот впервые. Дальше она, ранее она, начиная, Аристотеля, в принципе, это чуть не канонизировала католическая церковь. И дальше вот Гессенде и Гопси освободили логику от этой религиозного мрагобесия. Которое, кстати, было против абстракции. Ну и вплоть до Канта все были против абстракции. И особая логика, это так называемая логика Пор-Рояля. Это Декарт, Арно, Николь. И они реабилитируют дедукцию. Опять реабилитируют дедукцию. Вот эти вот фамилии. В логике знаменитые. Вот Пор-Рояль представили логику как рабочий инструмент всех других наук и практики. Это, собственно, идет не только от Пор-Рояля. Пор-Рояль – это последователи Лейбница. Также Лейбниц считал, что именно на основе логики можно развивать, если они укладываются в логический шаблон, то значит, они истинные науки. Картезианская идея развита у Лейбница. Какая идея это? Всеобщая символика, всеобщий однозначный язык, орудие открытия новых истин. Алфавит человеческих мыслей. Об этом мы говорили, когда говорили про Лейбница. Это было у нас три лекции о Лейбнице. Вот таким образом. Следующее. Что Лейбница привнес в логику? Универсальный алгоритм доказательств он предложил. Доказательную энциклопедию предложил создать. Варианты арифметизации логики на основе простых чисел. Эта идея вообще плодотворна, до сих пор ее развивают. Абстракция отождествления и принцип достаточного основания. То есть доказательности. Принцип доказательности. Раньше все без доказательств было. Вот, пожалуйста. Что он вклад Лейбница в логику огромен. Причинность в индуктивной теории Бекона разработана Милем, который опирался на идеи Гершеля. А из наших это были Каринский и Рудковский, 19-20, начало 20-го века. Каринский и Рудковский и два логика. Джеванс ставит связь с теорией вероятностей. Вероятностная логика. И все это переходит в математическую статистику и теорию планирования эксперимента. Вот такой вот здесь движуха в этом вопросе. Каринский, Рудковский, Джеванс. Надо сказать, что вероятность, кроме вероятности, есть еще и динамическая. Сейчас логика очень интенсивно развивается. Потому что даже закон тождества, он еще даже вот в логике, пожалуйста, Асмуса написано, что закон тождества надо применять только применительно к данному времени, к данному месту и времени. Дальше вот эта вот классическая логика формально, она не работает. Поэтому вот предлагается еще логика, такая динамическая логика. Вот видите, по сравнению с Кон, даже мы переплюнули их программу, которую они на 60 тысяч лет нам задали. Вот, не знаю, кто это, Кон, космические наблюдатели. Вот Асмус. Он про Асмуса, что можно сказать. Что с 56 по 58 году он был в кафедре логики МГУ. Написал учебник он еще в 47 году по логике. Но в основном у него была специализация, это классическая греческая философия. И про философов греческих и немецких он писал о них, собственно, научные исследования, содержание их трудов описывал. С точки зрения маршизма, ленизма. У него биография такая. Он на Украине жил, родился. У него мамаша украинка, Тищенко. А, значит, обрусевший немец Асмус, это был его отец. Он закончил университет на Украине. И в 19-м году белые захватили, значит, этот город, где он учился в университете. И он опубликовал статью, значит, что все, у нас культура погибла при большевиках. Вот при белых он такую статью опубликовал. Потом через несколько месяцев белые ушли. Ну вот, удивительно, что не последовало никаких репрессий по отношению. И наоборот, он сразу сел за марксизм и ленизм. И семь лет долбил этот марксизм и ленизм. После чего в 1927 году он оказался в Москве. А как он оказался в Москве? Очень тоже интересно. Женился он там, на Украине, на Ирине Сергеевне, девичью фамилию, кстати, нигде в интернете я не нашел. Ищу до сих пор, не могу найти. Кто это за Ирина Сергеевна? Это Ирина Сергеевна, значит, его... А как она? Он дружил еще с Нейгаузом, с пианистом. И писал статьи по музыкальной критике. Опубликовал статью, как надо организовывать музыкальную критику. И вот Нейгауз, он очень, значит, был вхож в дом к ним, к Асмусам. И когда Луначарский Нейгауза перетащил в Москву, то вслед за Нейгаузом сразу приехали Асмус. Получили прекрасную квартиру. Очень большую квартиру, помещение. Ну, я так думаю, что благодаря, собственно, жене-то, конечно, Асмусу, этой Ирине Сергеевне. Потому что Нейгауз был к ней очень... Ну, вот кино смотрели, наверное, как оно? Покровские ворота. Вот это типичная ситуация. Вспомните Покровские ворота. Это ситуация такой ученой, такая дамочки. У нее такой усатый человечек, с которым у нее высокие отношения. Вот такая вот судьба была. Треугольник такой привел этот треугольник, его притащил в Москву у Асмуса. Дальше, значит, в Москве они примкнули к группе, ну, как примкнули, как, наверное, эти гостишки. Группа была такая, Серапионовы братья. Туда входили крупные писатели, там, Леонов и другие писатели. Зощенко, кстати, входил в эту Серапионову братьев. Там было всего человек 12 этих братьев Серапионовых основных. И они туда больше не набирали членов. А остальные были как гостишки. Ну, по крайней мере, вот эти гостишки. И в доме Асмуса, поскольку там Нейгаус к ним входил, и культура всегда была развита там, все собирались, они там отмечали, выпивали, праздновали все. У них там шум стоял, пили вино, закуски не было, без закуски пили. И вот, короче говоря, вот такая жизнь, вот это крутилось, крутилось, новые отношения. И там, значит, его жена, вот эта Ирина Сергеевна, как-то на остобусной остановке, она очень, ей нравились стихи Пастернака, и она мечтала с ним познакомиться тоже. И на остобусной остановке она встретила этого Пастернака. И, значит, она его пригласила сама к себе в гости. Думала, что он не придет, он пришел. Пришел, ему там очень понравилось, и Нейгаус понравился, и все друзья, вся компания очень понравилась. И они очень, влился он в эту компанию. И вот они стали, как говорится, жить одной семьей. Уже неизвестно, там этот Нейгаус уже, как говорится, переехал уже, не стал с ними жить, а переехал в отдельную квартиру со своей женой Зинаидой. И там, значит, у них Пастернак уже стал дружить так же вот с этой Ирины Сергеевны, с Асмусовой женой. Дружить, как вот Покровские ворота. И, а жена-то вот по простоте своей познакомила его с своей подругой. Подруга-то это была, жена Нейгауза, Зинаида. И у них роман возгорелся. У Нейгауза двое детей, у него двое детей. И, короче говоря, он пришел к Нейгаузу и просить руки, прошу, говорит, реки твоей жены. И они, в общем, женился он на Нейгаузовой жене. А вот жена Асмуса вот так вот осталась. А у нее было четверо детей. Двойняшки эти. Вот такая вот культурная была очень жизнь. Кстати говоря, вот Пастернак и Маяковский, Пастернак, Маяковский и третий, да, Есенин, были приглашены к Сталину в свое время, к Сталину на беседу. И Сталин им дал задачу переводить грузинскую поэзию. Из этих троих только один взялся Пастернак. Ну, подружился с грузинским одним поэтом. И у них очень хорошая дружба была, а так они и ходили все. И к Белому ходили, Пастернак с женой Асмуса ходил. Белые пишут в дневнике, что были Пастернак с женой философа Асмуса. Вот так самого Асмуса не было, потому что у него четверо детей. Покровские ворота. Вот, таким образом, Пастернак выжил в результате того, что он переломил себя, написал поэму 1905 год, 1905 год поэму. В душе он себя сломал, как врага советской власти. Но это, конечно, ему тяжело далось. Потом все-таки сказалось это все в докторе Живаго. Вот такая логика, такая культура, вот что там происходило у нас, почему это все, какие были причины вот этого кипения морально-эстетического и логического к логическому концу привела вот эту всю советскую власть. Жены захотели красиво жить. Почему Сталин, он сажал жену в основном, потому что им надо было французские духи, танцы, пляски, все такое прочее. И Молотова жена тоже так же погорела жемчужно. Вот такая логика. И, значит, в МГУ он был в 56-58 году, завкаферы его продвинули Асмуса. Но поскольку там же в МГУ уже все видно, и он ездил сюда, Асмус, вот к нам, сюда, в Загорск. А почему ездил? Потому что тут был книжный магазин, недалеко от Белого пруда был магазин, около Троицейской лавры, низ каменный, вверх деревянный, книжный, маленький магазинчик. Ну, он был очень богатый. И тогда только начались подписки в 50-х годах. Думаю, как дети, вот любители книг, туда, значит, ходили. Нам было, может, по 15 лет. Его вот сейчас протеерею, сыну Асмуса, 75-й, а тогда было ему лет 6-8. Он с 50-го года Асмус протеереи. И вот мы там с ним встречались. Почему? Потому что в Москве за подпиской вообще было убийство. И надо было вставать. И здесь мы стояли тоже ночью. Вот подписывались там на кого? На всех, на Алексея Толстого, Генриха Мана, там, Малую советскую энциклопедию. Ну, в общем, подписка. Книг было очень интересно. Книги стоили очень дешево по сравнению. Ну, зарплаты тоже были маленькие. Вот там мы встретились в этой, в очереди, стоя как-то ночью с Асмусом. Разговаривать с ним было, это одни ворота. Он только рассказывал, и у нас только рты. Он всю эту классическую философию, которая у него была, бочка большая знаний, он поставил нам на голову эту бочку знаний. Конечно, ничего уже не запомнилось от этого, но помнится, что он рассуждал очень красиво и был оратор исключительный. Этот вот Асмус Валентин Фердинандович. Вот такие. И я вот это вот называю как? Сам он был очень религиозный человек, а книги писал с позиции марксизма и ленинизма. То есть вот люди, состоящие из противоречий. Асмус, такие как Нейгаус и Пастернак, они все из противоречий. Естественно, в результате советской власти выжил вот из их троих друзей только один Асмус. Потому что он был только наукой занимался, никаких не ввязывался в эти любовные истории, несмотря на то, что ревновал жену, но вот терпел ради детей. И поэтому он все это делал... А очень много было репрессировано. Ведь в институте философии, тоже сошлюсь здесь, столько народу не пришло с лагерей, сколько пришло инвалидами, очень мало пришло из философов. Даже академики, член-корреспондент, такие как вот даже Баев, вот академик, он тоже сидел в лагерях. Нейгаус, кстати, сразу попал. Пастернак не попал, потому что он был со Сталином на «ты» разговаривал. Сталин его ругал за штамма, что ты своего друга бросаешь, не ходатайся за него. Но Пастернак от него, от друга отказался, и Сталин перестал с ним разговаривать. Говорит, плохой ты друг, наши, говорит, своих не сдают. Вот так вот. Поэтому... Ну, а потом выскочил, он оттепель при Хрущеве почул Пастернак, и опубликовал это. Доктор Живага там, за границей. Ну, конечно, Хрущеву не понравился. Он его впилил, как говорится, по самые «не хочу». И лишился он, и Нобелевской племени отказался, и жизни, в конце концов, лишился. Но что интересно, что Хрущев опять на этом же попался, вот как он судил Пастернака, на этом же и он попался, со своими мемуарами, которые через сына за границу опубликовал, против воли Политбюро. Ну, три инфаркта, и его сразу вынесли, этого Хрущева, за эти мемуары. Вот что значит логика и политика. Это всё Асмус пережил, и дожил до 75-го года в возрасте 80 лет, имея вот логику такую двух полушарий. Одна полушария мозга у него по-марксистски работала, вторая работал Кант, как Кант. Он обожал очень Канта, все его труды знал, все его произведения, и это значит, даже жил как Кант, у него был телескоп, он смотрел на небо, изучал движение небесных сфер. Вот всё, как называется, у Лейбница. Есть логика разума, есть логика факта. Логика разума, логика премудрости, она даёт истину, логика факта даёт правду. Правда – это то, что, как говорится, противоположно ей возможно. А вот уже против истинной премудрости просто против истинной премудрости уже поперить невозможно. Это уже абсолютная истина. Вот такие вещи. То есть компромиссы так даром не проходят. И вот я ещё раз напоминаю, вот эта вот ведь в логике она ведёт тупик. Почему? Потому что она начинается уже с тупика, с Аристотеля. Напомню, кто такой был Аристотель. Аристотель – ученик Платона, который пошёл против своего учителя. Далее он был ЛГБТ, ну, как вот мы сейчас нетрадиционной ориентацией. Также он этого своего ученика Филиппу некогда было заниматься сыном Сашкой своим, Македонским. Он, значит, воспитывал этого Александра Македонского. Тоже в стиле ЛГБТ. И вот к чему вот эта вот логика-то вся привела. Логика борьбы. Они начали вместе с ним бороться за абсолютное господство в мире. Так же, как вот ЛГБТ, вот этот был Фюрер, Гитлер и так далее. И через час они тоже фактически за абсолютизм в мире борются. Та же самая логическая схема. И, значит, вот такая нить, она ведёт нас в тупик. Вместе с этой формальной логикой, которой нет выхода. Как Буриданов вот будешь между двумя морковками этой формальной логики. Вот, кстати говоря, вот даже Асмус пишет, что есть высказывания, контрарные, противоположные высказывания. Самое простое, что может. Все люди едины. Сейчас у нас один лидер, вот сказал, недавно по телевизору, который часто выступает, лидер говорит, люди же все создателем рождены одинаковые, равноправные. То есть вот такая посылка. Это же логическая фраза. Если эту форму рассмотреть внимательно, то она требует чего? То, что вот как раз Ленин списал достаточного основания. А у неё нету. Если, допустим, посмотреть в Библию, то её плохо он читает, этот товарищ, который говорит так. Да, люди были все одинаковые. Когда был вот Адам и Ева, они были в раю, не ели ещё яблоко. Они были все одинаковые. Что Адам, что Ева на равных правах. Но как только они съели яблоко, вот Адам и Ева, они согрешили, и уже у них равенства-то и не стало. Ева должна была в муках рожать детей, Адам должен быть трудиться их кормить, этих детей. В поте добывать, в поте на полях добывать свой хлеб. Вот оно уже неравенство. А мы сейчас с демагогическими, значит, чтобы привлечь электорат, мы демонстрируем таких вот. Вот мы равны. Ну, мы живём в дворцах, а там какой-то участник войны, и он живёт в трущобе. Но он же равный с нами. А чем равны? Мы одинаково бюллетени бросаем в ворны. Но после этого равенство наше кончается. Мы пошли в ветераны, допустим, в трущобу пошёл, а товарищ, который вот, сынок, он пошёл во дворец в Сочи в свой жить. Вот оно, равенство на этом всё и кончается. Это что касается высказываний. Другое высказывание, посылку. Это часто вот молодёжь. Один говорит, вот Бог есть. А второй говорит, вот Бога нету. Ну, кто прав-то? А у кого есть достаточное основание? А достаточное основание, в принципе, у обоих есть. Который говорит, Бог есть, потому что он на себе это почувствовал, он из опыта это знает жизненного. А который говорит, нет, он его не видит в ощущениях, ему надо его пощупать, как говорится, пальцы засунуть в его раны, тогда он только, он как Фома неверующий. Тоже у него достаточно основания, это его ощущение. То есть, если веры нету, то нету и ощущения Бога. То есть, получается, что оба правы. И в то же время оба не правы. Почему? Потому что, говорит, который Бога нет, то он просто, у него опыта мало, недостаточно у него экспериментального материала на это. То есть, он не смог это проверить, а уже утверждает. А второй говорит, Бог есть, а тогда его спрашивают, а какой Бог-то? Вот в Библии написано, Богов много. Вот Бог такой, Бог такой, Бог такой. Бог есть. Да какой есть-то? Может быть, их никого нету? То есть, вот они оба не правы. Где тут логика? Вот идет разделение. Разделение такое логическое. Можно таким образом народ разделить. А когда мы, как говорили наши классики, марксизм, ленин, Сталин, когда мы от этого вопроса отходим, как от несущественного, потому что он ведет в тупик. Вот эти рассуждения все. Есть, Бог, нет, Бог. А когда мы рассматриваем общество, как цель развития общества, как развитие человека, его воспитание, возвышение его уровня, морально-этического и психологического и производственного, производительного уровня, то мы должны отвлечься от этого, отойти от этих вопросов. И Кон нам говорит тоже, вот, все вышние наблюдатели, они тоже говорят, это вы просто будете тут сражаться между собой, биться из-за ничего, а вы занимаетесь больше своим совершенствованием. Вот. И вот эта вот цель во имя человека, социализм, во имя человека, коммунизм, это единственная дорога правильная, которая нас избавляет от этих разделений. Но это мы отвлеклись. Дальше переходим к калгебе-логике. Все вот эти вот и или не, все обозначены крючками. Вы знаете эти крючки, это такой домик, это дубль фау, это, значит, умножение, и, может быть, и так, и так, и так обозначено обозначение много, но это чисто формальное обозначение. Они в любом компьютерном языке есть. Логически вот эти. И вот этими формулами формальной логики преобразуются к более простому виду. Вот в этом заключаются, собственно, алгоритмы логики. Алгебра логики. То есть мы логическое любое высказание записываем в виде формулы и доказываем, истинно оно или ложно. По определенным формальным правилам. Вот кто этим занимался. Это математизация логики. Буль, Шрёдер, Порецкий, Пирс, Джевансон. Вот так вот. И лекции по алгебе, логике, очень хорошие. Шрёдер. Это высшая точка логики 19 века. Шрёдер. Многотомный труд по логике написал. По формальной логике. Ну, формальная логика ещё... Над ней стоит логика предикатов. Там добавлены предикаты. Это А перевёрнутая для всех. И Е такое перевёрнутое. Это найдётся хотя бы одно такое какое-то. То есть квантор единства, это Е, вот этот перевёрнутый. И квантор всеобщейся, это А, наоборот. Современный этап. Это Пиано, Пирс, Фреге, Гильберт. Связь с теорией множеств. Здесь кантор. Проблема мощности континуума. Ну, которая, в общем, решена. В настоящее время, ну, вот у нас Новиков, по-моему, решил, наш математик, Новиков решил эту проблему. Гёдель Коэн. Полностью... Да, и Гёдель Коэн, и Новиков. Новиков и Гёдель Коэн в 51-м году. В 39-м, значит, Гёдель решил. Коэн в 63-м. Новые доказательства дал 51-м, более общий, Новиков. Полностью решили проблему континуума. И доказали, что лишь детективные теории точно формируют проблему доказуемости и непротиворечивости. То есть вот эти все софистики, индукции и так далее, они не формулируют это точно. Вот такая вот шпаргалочка будет у нас с фамилией. Современный этап Пиано, Пирс, Фреге, Гильберт, Гёдель Коэн, Новиков. Новиков. Гильберт сформулировал идею формализации доказательств. То есть в более высокая часть, то мы переключательные схемы, допустим, минимизировали, а здесь минимизируем доказательства. Определённые уже расширения. Выделение логической части, которая формируется в виде некоторого исчисления. Вот что входит в это доказательство. Как мы с вами выделяем логическую часть в языке. А потом простейшие классы, интенсионистские, логические переменные вводим, А, Б, С и так далее, это высказывания, и логические связки, вот про которые я говорил, и скобки. Вот с помощью вот этих крючков, второй логический связки, и скобок, мы формируем формулы, логические формулы. А логическими переменными являются высказывания, А, Б, С и так далее. Вот это если на их языке разговаривать, то это надо знать. И вот они примеры формул. Примеры формул, записанных вот этими крючочками. Вот здесь есть закон исключённого третьего, или А, или не А. В интуиционизме оно не применяется. Считается недоказуемым. Интуиционисты им не пользуются, исключённым третьим. Вот связь между вот этими формальной логикой и логикой предикатов следующая. В исчислении высказываний вот такие только крючки. А ещё исчисление предикатов добавляется вот этой А и Е перевёрнутой. То есть логика предикатов, исчисление предикатов более общая теория, чем исчисление высказываний. То есть обобщением является логика предикатов. И все сейчас математические записи, через вот эту краткую запись, возьмём, например, книгу даже Щипачёва по высшей математике. Там все эти доказательства в виде вот этих логических формул записаны. Это один путь алгебраический, как бы, ну, квази-алгебраический путь формализации логических высказываний. Другой путь – это геометрический, более наглядный. Геометрические изображения логических структур начинаются с Аристотеля. Дальше круги штурма Эйлера. Первый штурм, но приписывают круги Эйлеру. А первый был штурм в 1600 каком-то году, в 64-м, по-моему. А Эйлер позже. Дальше Ламберт, Бальцана и диаграмма Вена. Вот эта геометрическая часть наших логических кругов. Ну, вот я круг, перед этим показал круг, как логика входит одна в другую. Вот это типа так или нет. И или нет в виде кругов можно представить. Пересекающиеся, не пересекающиеся круги. А вот здесь ещё, замечу, диаграмма Вена, есть ещё табличный способ, где вот расписываются логические переменные, их значения, логических переменных, и функции, которые от этих логических переменных. Значит, переменные, допустим, в вертикальных колонках откладываются, столбца, по столбцам, а по строкам функции вот этих логических переменных. Ну, как для машинных логических схем. И вот на этих таблицах существует как бы реализация уже вот этих таблиц. Если мы строим автомат какой-нибудь, то логическая часть этого автомата, вот представленная в виде этой таблицы, потом мы должны перевести в интегральную схему. То есть схему, состоящую из логических элементов и или нет, и триггеров, и так далее. Или штрих шефера, стрелка пирса, вот такие, и не, или нет, вот такие вот вещи. Какая элементная база у нас есть в распоряжении, которую нам даёт электронный завод, вот сборки, сборки логических элементов. И вот переход от этих таблиц к минимальным, по затратам оборудования логическим схемам, здесь целая наука уже идёт. Вот. И написаны и диссертации, и докторские, и так далее. Был, по-моему, академик, Белорусская академия наук. Он раньше был в Томске, а потом он стал академиком Белорусской СССР. А был в Томском университете, или в Политехническом институте он преподавал. Вот. Разработал очень эффективный способ минимизации вот этих логических функций, аппаратного их выражения. Значит, фамилию вспомню, скажу. Здесь не записано. Вот теорема Гёделя. Что о ней можно сказать? Что она утверждает несовместимость требований полноты и требований непротиворечивости для весьма широкого класса исчислений. Никакое непротиворечивое исчисление из этого класса не может быть полным относительно арифметики. То есть можно построить верное арифметическое утверждение, невыводимое в этом логическом исчислении. Вот это вот вещь, которую мы должны с вами опровергнуть. Она неверная. Вот это вот, это вот такое вот мы запишем это. Это опровергается. Так же, как опровергается парадокс расова. Вот. И дальше мы опровергаем вот эти вещи, как софистские, утверждения софистские, то мы тем самым открываем дорогу к дальнейшему развитию программы Левница о логическом обосновании математики. Вот погёдали. Убиты все надежды на охват математики в рамках одной формально-логической системы. Казалось бы, что на мечте Левница можно поставить крест, о чём утверждает известный парадокс Рассела. Ну, это как бы я вам предлагаю самим прочитать об этом парадоксе Рассела. Собственно, там ничего нету. Множество всех, множество не содержащихся самих себя. Самого себя. Ну, это поясняется, вот, пример, вот, допустим, там в деревне в какой-то живут люди бритые, люди не бритые, и там среди них есть парикмахер. Вот что-то там бреется этим, это бреем, и кто бреет парикмахера? Вот этот парадокс сводится вот к такому простейшему бытовому предмету. Но это чистая софистика, если разобрать, что мы берём множество, выделяем из него элементы, и ставим его элементом другого множества, то есть множество парикмахеров, операционистов над этой системой. А дальше мы, говорю, тоже тут опять его пытаемся запихнуть в эти множества. Это чистая софистика, это называется, ну, вот я здесь вот приведу, вот, типа такой софистики. Вот я могу таким образом доказать, что, допустим, 5 равно 1. Вот, пожалуйста, это типичный софистический пример. Вот смотрите, а равняется 5 минус 3, равняется 2. b равняется 1, минус 3, равняется минус 2. а в квадрате равняется 4, b в квадрате 4. Но если квадраты равны, то и числа, значит, а и b равны, то получается вот 5 минус 3, и это, и 5 равняется 1. Вот, пожалуйста. Вот это в стиле Рыбникова, который на Ютьюбе отличается так. Вот в этом стиле и Рассела. правила постановки, правила вывода заключения. логика языка, речи, письма, автоматные модели языка, саморемен Лемница, мета-языки, Бекус, об этом я говорил. Но чтобы для памяти Бекус, я вам не показывал, как пишется вот Бекус. Ну и вот там ищу листок. Здесь прочитаю его. Правила постановки, формальная система, язык с точным синтексом, написание формул, четкая семантика, однозначность понимания формул и исчисление, про которое мы говорили, вот с этими крючками. И алгоритм распознавания вывода. Может быть и невозможен этот алгоритм. Далее, следующую шпаргалку, математическая логика, часть мы уже рассмотрели. Простейшее, это вот мы часто используем, это булевая алгебра. Логика предикатов мы с вами смотрели, там еще два квантера. Многозначная логика, это Рассел. Вот он, чтобы, вот, мол, парадокс-то у меня не получается, значит, надо многозначную логику ввести и, значит, Лебницеву программу фреге поправить. Ну, у него не получилось ничего. Вероятность логики мы говорили. И другие виды, есть и разделы логики, в любой энциклопедии посмотрите. Вот, в частности, динамическая логика. Я вам здесь ссылку дам на работу по этим всем видам логики. рассмотрите, если будете заниматься этим вопросом серьезно. А вопрос очень серьезный, логики. Вот, мы с вами разбирали в предыдущей лекции третье послание икон о логике землян и логиках развития миров и межгалактического сообщества. Здесь я об этом уже вам говорил. Если кто не смотрел, обязательно посмотрите. там логический базис, имеется аналоговый базис логический, цифровой базис, это на котором мы сейчас стоим. И я там предложил аналогоцифровой базис, который, в принципе, у нас тоже где-то реализуется в нашей технике. О применении формовой логики в судебной практике. Вот здесь очень интересна связь с метафизикой, поскольку у нас сейчас идеология марксизма ленинизма отметина, по конституции не должно быть в государстве никакой идеологии, то есть вместо идеологии у нас религиозный костыль поставлен, деревянный такой старый костыль, нам немножко его позолотили, этот костыль, и поставили вместо нормальной живой диалектики, живой логики марксистско-ленинской. Есть такая марксистско-ленинская логика, поскольку у нас движение, все движение, становление, прихождение, мы рассматриваем все в этом круговороте, этого движения. И вот вместо этого нам поставили опять эту схематическую вещь, которую мы должны изучать вот как буриданов осел, потому что религии, они все религии построены по этому принципу, всегда висит две морковки. И ты должен сам выбрать, к какой морковке тебе идти. При этом к любой морковке идешь, и тебе говорят, ты не туда пошел. Ты вот здесь вот согрешил, тут согрешил. И так вот построено, что тебя можно с одной стороны оправдать, можно тоже, поскольку два направления у тебя есть, а с другой стороны, вот как я говорил, есть Бог или нет Бога, вот здесь уже можно бесконечно этот вопрос решать. И как на вселенских конгрессах это все мордобоем у них там заканчивался, и как вот это при священном огне драки-то происходили, вот это выяснение, кто первый окажется у этого огня. И там до мордобоя доходило, чтобы ворваться в эту кувуклию. Вот такой вот костыль нам заделан золоченый вместо нормальной, чтобы развиваться. Ну соответственно у нас сразу экономика феодальная стала экономикой через феональную в рабовладельскую фактически она. Там уже на территории уважаемых, как говорится, людей первого сорта, как они себя называют, люди первого сорта, там уже рабовладельщики у них строят. Применение формальной логики в судебной практике. И вот здесь мы должны основываться уже на законах. А законы у нас пишутся уже материальные, правильно? Так вот как мы будем судить? Вот допустим гражданка караулова сейчас арестовали, философа, мы далеко ходить не будем к караулу. Ну кто она такая? Ребенок, девчонка там, ну ее же арестовали, она считается опасной. Что она там делала-то? Она там болтала с кем-то, разговаривала, не так разговаривала, как кого-то там агитировала. А что? Какой из нее, из девчонки агитировала-то? А потом если смотреть с точки зрения Библии, кто первый камень-то в нее бросил? Наверное, он безгрешный человек. Он ни за что не агитирует. Он нам не впаривает ничего, ничего, он для нас идеальный. Он ее и арестовал, этот безгрешный человек-то. Она для него опасная, эта девчонка, как та вот блудница Христосовская, которую он оправдал Иисус-то. Кидайте, говорит, в нее камень, кто первый-то? А если мы, допустим, были коммунисты, были мы офицеры, полковники, майоры, старшие офицеры, потом мы, значит, нашу клятву похилили, документы мы все не уничтожили, что социализм, все законы-то наши остались, никто их не отменил, наши законы социалистические-то. А мы сами их отвергли, даже не написав это, не оформив это документально. Отвергли законы, отвергли все, перешли все. И сейчас мы судим эту девчонку, когда мы сами предатели. Мы предали социализм, предали Родину, и сейчас мы вот кидаемся вот кого-то, там, детей судить. и ввязываем, вот, а если смотреть глубже, с точки зрения религии, настоящего, если посмотреть с точки зрения Осипова, того же, этого, профессора духовной академии, о чем он говорит-то? Вот так, Осипов говорит о чем? Что не сам человек-то совершает, а он под воздействием, как вот я вот говорил в лекции, вот это, изделие человек, посмотреть эту лекцию, сам человек, у него только воля направлена на то, что принять, не принять, а принять, не принять, под воздействием внешних обстоятельств у него складывается. Он действует по аналогии, по окружению. Если человек в собачью будку, он приспособится, будет, как собак, ходить на четвереньки. Если его в уголовную среду поместить, он будет уголовником. Если он будет среди академиков, он талантлив, среди певцов, вот, пожалуйста, все дети певцов, они уже сами кукарекают на сцене, неважно как, но им хлопают, аплодируют. Также вот окружение, вот смотреть, где было окружение, где это, где воспитание, и какой дух сидит в человеке. Вот есть же у нас даже священник специальный, который делает отчитки. он отчитывает от этих духов. Может быть, надо таких вот детей на отчитку сводить, а не арестовывать их, детей, может, отдать им возможность изгнать из них. Раньше изгоняли как бесов? Пытками изгоняли, бесов там лупили шпандером, сдирали кожу и так далее. Это в христианстве было. Батюшки вот, типа, нашего уважаемого Гундяева, вот они этим занимались. Вот Казанский собор, музей пыток религиозных. Многих сжигали на костре, там написано же гадалку, чародеев, живых не оставляй, Библия, Библия написана. Да там уже наоборот написано, что не убей, убей, не убей, вот тебе уже ты буриданов осел, а вот ты на войну идешь убиваешь, это ты правильно делаешь, потому что ты нашу рясу защищаешь, мы, а то придут враги с нас рясу и наш вот этот золоченый купол на нас наденут. Вот это иди убивай тогда. А так вот, а нас не убивай. Вот идеология, вместо идеологии нам такой вот сделан золоченый костыль, духовный я имею ввиду. Вот и судебный практик. то есть в принципе с точки зрения той науки религиозной, логики той науки религиозной, ни один человек не подсуден. А виноват кто? Вот этот вот дух, который, вот дух виноват, который ему управляет вот этим человеком. Вот и все. И внешние обстоятельства. То есть человека можно другой дух в него засадить, воспитать и все. в принципе по такому принципу коммунисты. Там же трудом перевоспитывали трудовое воспитание, там промывали мозги общечеловеческие, гуманитарные ценности и так далее, что надо трудиться на пользу себя, на пользу общества, на пользу родителей и так далее. Ну воспитание было нормальное, отличается отцу. Не призывали вот курить и там вот сигареты такие-то, пейте вино, пиво такое-то, никто это не призывал, даже телевизор уже был. Дальше, вот диалектическая логика переходим, диалектическая, которая раньше была. Логика идеализма, логика материализма. Ну здесь я и говорю, есть абсолютное бытие, абсолютное небытие, становление, прихождение и динамическая логика, про которую мы говорили. Вот этот такой тезаурс, мы просто я сейчас вкратце, потому что очень много материала, вкратце просто по тезаурусу пройдемся, а некоторые комментарии, это я уже от себя тяну, мы подходим, постепенно подходим к концу. Автоматная теория языков, мы об этом говорили, что вот мы весь этот язык наш подразделили на информационный блок, типа там мама-мала-раму, да, адресный блок, пойди туда не зная куда, принеси то, не зная что. Управляющий блок, становись, выполняй, пили, точи, строгай, копай. Дальше, логический блок, если вот пойдешь, выпьешь пиво, забалдеешь, пойдешь, еще преступление совершишь, на машине врежешься, попадешь в тюрьму. Вот логический блок, это выбор в правильном пути. Преобразующий блок, это мы должны перевести с матерного на нормальный язык, потому что у нас кроме матерного на улице ничего нету, и мы должны все это перевести через эмоции, перевести на нормальный язык, это что человеку надо. И дальше, интерпретационный блок, интерпретатор, то есть интерпретация это в принципе зачем это все сказано и как это интерпретировать, как применить к практике, к прагматике, к своей прагматике. Ну, здесь у меня ссылка на тетрадь, я уже не успеваю, уже много прошло времени. И дальше, ну, физическая модель, просто кратце, логически, как релейны контактные схемы, как они реализуют функции, ну, вот, функции, допустим, или, функции с помощью релейных контактных это для тех людей, которые в основном философов в технике не занимаются. Физические модели логических конструкций, релейно-контактная схема, вот модель, источник ЭДС, два, значит, выключателя и нагрузка с индикатором. Вот в индикаторе не равно нулю, если включена либо один или два или вот функции или здесь выполняется. Ну, и все другие функции более сложные на основе таких вот простых переключателей сделаны. Это не сложно. Не сложно. Вот значит к проблеме общей шины у меня здесь вот был рисунок. Это очень важная схема. общая шина. Любая среда. Значит, здесь я рассмотрел ЭВМ. Вот информационная часть, одна инф, управляющая. Это значит, какие включены на прием, какие на передачу, какие вообще молчать блоки. Вот ничего не слышать, ничего не видеть. значит, у нас вот таких вот общих шин несколько получается. Если мы обратим внимание, это оптическая наша шина, это наши глаза, мы ориентируемся в общий шин, общий предмет. Видим мы, как подключаемся к общему, к чему-то оцениваем. Вот произведение искусства, кино и так далее мы воспринимаем глазами, через глаза. Через уши это звук. Глаза это электромагнитное, через мозг тоже электромагнитное, это уже непосредственно свыше, а вообще свыше даже может быть какой-то квазиэфирный я назву носитель информации другой, неизвестный носитель информации. Звук я, значит, модулирую, изображение у меня тоже это свет различных частот, диапазонов частот, вот, видимого спектра. Невидимый я не вижу, ну, не могу видеть. Для этого у меня есть прибор ночного видения, чтобы видеть в темноте, допустим, или видеть невидимые лучи, преобразователь должен быть у меня, чтобы видеть вот эти молекулы. Должен быть электронный микроскоп или другие такие вещи для визуализации от наночастиц и до того, что к нам исходит нейтронов, телескоп, нейтронный телескоп, на дне Байкальского озера, скажем, он расположен, огромнейший такой нейтронный телескоп. Вот такие общие шины информацию получает человек из энергорефункционного поля. И логическая система поэтому должна и сами мы, конечно, переключаемся. Наша воля в чем заключается? Чтобы выстроить логическую схему подключения, то есть выбрать правильный номер подключения к этому нужному нам эгрегору нужной информационной волне. Для этого, для подключения религиозные люди, они молятся, они используют молитву, а простые люди, такие простецы, они повторяют некоторые моменты несколько раз, и если они настойчиво, допустим, зацикливаются на какой-то проблеме, то им тоже приходит, вот допустим, ученый какой-то он думает, ему потом во сне все равно приходит решение, хотя он его не сам дает, но оно дается в информационном поле, если ему очень надо, если он так упорно, упорно, это заменяет молитву, вот циклическое размышление о чем-то, вот если мы будем, допустим, циклически думать, как мы логически обосновать математические все действия, то непременно нам дастся вот эта логика, более высшая логика, аналоговая, цифровая, аналго-цифровая, более высшего порядка, вот то, что я хотел сказать, это логика у нас, мы рассмотрели сегодня логика, политическая логика, фактически софистика, юридическая, политическая, юридическая, и научная логика, физическая, математическая и другая, ну, так и можно к биологии отнести, хоть до географии, пожалуйста, можно распространить вот эти четыре наших принципа, среди которых в формальной логике выделяется, вот, которые мы с вами отметили, четыре вот этих вот законов логических, формальной логики. Дальше здесь я ссылочки дам на литературу необходимую, такую ключевую, и с вами попрощаюсь, пожелаю вам всего доброго и успехов в ваших научных исследованиях. До свидания, всего вам доброго. Субтитры создавал DimaTorzok